Томашевский, кто по-вашему был лучшим игроком сегодняшней игры? У меня был тяжелый выбор, господин ведущий, да, по ходу всей игры. У меня было три кандидатуры, но вот так получилось, что господин Грибанов взял самотвод, получается, на финальный раунд, а господин Никитилов, да, к сожалению, не сумел с ним справиться, поэтому я предлагаю назвать лучшим игроком господина Зубрицкого, который взял на себя инициативу в самый тяжелый момент по счете 3-5 и дал довольно, мне кажется, смелый досрочный ответ. Мне кажется, это заслуживает того, чтобы... Брянск. Против вас, как вы уже, наверное, догадались, играет защитник интересов зрителей, господин, не помнящий, представляющий сектор Брянск. В начале 50-х годов XIX века, чтобы избежать чрезмерно продолжительных партий, было предложено простое решение. Как вы думаете, господин Никитилов, какое именно? Это предварительный вопрос, господин Никитилович? Да, господин Никитилов, это предварительный вопрос, если вы так называете. Ну, может быть, в случае, ну, либо часы ввести, либо каким-то образом прекращать партию принудительно. Ну, каждому игроку на всю партию отводилось фиксированное время. И для этого господин Никитилов использовали два одинаковых предмета. Внимание, виртуальный черный ящик. Нет, у нас его не будет. Ну, значит, вы представьте себе, что у нас с вами виртуальный черный ящик. И в этом черном ящике находится один из этих самых одинаковых, двух одинаковых предметов, которые использовали. Внимание, вопрос. Что же у нас в виртуальном черном ящике? Досрочный ответ. Хорошо. Отвечаем, отвечает Артем Зубрийский. Господин Зубрицкий, вы даже формулировку вопроса не дослушали. Ну, хорошо, отвечайте. Ну, вы, может, мне оказалось, это конец, что в черном ящике я... Господин Зубрицкий, вы даете досрочный ответ, пожалуйста, отвечайте. Хорошо, хорошо. Значит, в черном ящике находятся песочные часы. Они использовались таким образом. То есть в часы, ну, насыпались песчинки соответствующие количеству времени. Значит, пока во время хода игрока они сыпались. Здесь, как только ход заканчивался, песочные часы клались на бок. И, ну, соответственно, часы второго партнера, вот они переворачивались в вертикальное положение. Вы не дослушали, господин Зубрицкий, форму вопроса. Что же у нас в виртуальном черном ящике и как именно это использовалось? Каждому участнику ставились песочные часы, а чтобы остановить время, их клали на бок. Правильный, абсолютно правильный ответ, господин Зубрицкий. И вот даже не дослушав меня, господин Непомнящий, видите, команда справляется. Это, кажется, первый раз, когда команда справилась с вашим вопросом. Господин Зубрицкий приносит четвертое очко команде Дмитрия Никипелова. Сейчас становится 5-4 в пользу все еще зрителей, но мне кажется, что такими темпами может быть и сравняющий от команды. Конечно, Волчок был с вами очень немилосердный, Дмитрий Никипелов. Я бы на первом был против, вообще, по-моему, так, что все нормально. Господин Грибанов тоже не принес в его победе. Ну что ж, Артем Зубрицкий, Антон Аткирко, Антон Грибанов и Дмитрий Никипелов. Команда «Заполярный гамбит» мне кажется, очень достойно показала себя в нашем клубе «Честки ДК». Была в полутора, ну не в одном, но в полутора шагах от победы. Но снова игра заканчивается 5-6, и вот пока что ни одной из команд не удается победить в нашей игре.